Кулинарный поединок «Сладкий я» продолжают пятеро участников. В прошлой серии нас покинула Юлия, унеся с собой неполучившийся тирамису. Остальные пятеро продолжают борьбу против шефа. Сегодня мы с вами готовим венский штрудель. И испытание будет заключаться в том, что вы не знаете количество ингредиентов, которые пойдут на ваш штрудель. Чем ближе финал, тем строже главный кондитер проекта. Теперь никаких подсказок. Начинающим поварам придется полагаться только на свою интуицию и опыт. Для начала я подготовлю начинку для своего штруделя. Я беру изюм, делаю панировочные сахарики, добавляю сахар. Теперь я беру тесто и буду раскатывать его. Разогреваю до 185 градусов и ставлю наш штрудель на 20 минут. У вас есть 25 минут. Время пошло. Настало время начинающим кондитерам повторить австрийский десерт. Кто посмелее, уже отходят от рецепта и пытаются импровизировать. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Отошла, у меня не будет ягод и будут орехи. Я следил за каждым движением Надежды, за ее руками. Следил за тем, как она отмеряет щепотки, сколько у нее вишенок в руке, клюковки. Чего-то не хватает. Главный секрет штруделя – тонкое тесто и много-много начинки. Вместе с ней следует положить и сливочное масло, чтобы выпечка не показалась сухой. Вот тесто немножечко у меня превратилось в платье. Это, видимо, от того, что я сейчас пытаюсь делать за первые шаги питье. Попутно кулинарией. Сейчас мы это делаем так. Штрудели почти готовы. Время у нас на исходе, но у многих они еще практически не готовы. Ребята, три минуты. Будем ставить то, что есть. Я отправляю свой дебют в духовку. Ребят, время. Когда штрудели отправились румянить бока, самое время подумать, под каким соусом их представить на суд жюри. У тебя явно что-то подгорело. Клюков. Ой, да, клюковка подгорела. Ну ладно еще. Справимся я с этим делаю. А соуса нет. Не хватило вишенки, а из клюквы не получается. Ореховый делаю соус. Вот так вот будет интереснее. Сейчас мы сделаем еще волосы. Посмотрим, напомнит ли выпечка участников «Завтрак в Вене» заслуженной артистке России, солистке Красноярского камерного оркестра Ларисе Маркасьян. Красноярский камерный оркестр в прошлом году провел две недели в Австрии. И у нас была экскурсия в знаменитый Шонбрун, где главным блюдом является венский штрудель. И, конечно, все мы его пробовали. Ну что, я предлагаю начать пробовать. Много сахара. Он не кислый и не сладкий. Какой-то такой мука в основном. У него какой-то невыразительный вкус. Мы сейчас как в хорошем парфюмерном магазине. Все попробуем, потом у нас все смешается, а потом надо выбрать. Вот этот прямо близко. Он как-то и по внешнему виду очень такой изобретательный. Вот видите, здесь он более такой кисловатый. Этот, я согласна, он немножко против правил. Ну, тут нет вообще практически начинки. Самый австрийский штрудель из всех испеченных найден. Время объявить результаты. Два штруделя, вот этих, мы посчитали наиболее удавшимися. Мы расстроились. Вот этот штрудель вообще нас покидает. Потому что здесь начинки практически нет. И он нам напомнил круассан. Осторожный, очень осторожный. Не стал рисковать. Понялся, что тесто, просто начинка вылезет. Вот, вот, я же говорю, что безопасность победила. Совершенно случайно сегодня, когда меня приглашали на студию, у меня оказался магнитик с видами вены. Поэтому вот автору этого штруделя я с удовольствием дарю. Даже не знаю, что сказать так неожиданно. Я готовилась к худшему. Потому что, когда выкладывала на тарелку, я попробовала кусочек, и мне показалось очень кисло. Но я не пробовала никогда венский штрудели. Я осторожен сейчас начинкой очень сильно, чтобы, не дай бог, она не вывалилась за тесто. Я болею за Таню. Лучшей сегодня стала Ирина Коваленко, а Карен Даваян покидает проект «Сладкий я». Участников остается четверо. Следующее испытание – импровизация из предложенных продуктов. Для вашей желудки это очень шикарно, но то блюдо мне показалось вкуснее. Мельфей. Кулинарные страсти в утреной Нисеи продолжатся уже в пятницу. Больше кондитеров – больше сладкого. Благодарим за помощь в создании обучающего проекта кулинарную студию Рататуй на Мира 111, телефон 204-10-40. Партнер проекта – магазин «Центр встраиваемой техники». Теперь и в новом сердце города, на перекрестке Березина и Шахтеров. В честь открытия нового магазина всю весну небывалой скидки.